Про виртуальная машина Про виртуальная машина? Да А на нем сможете посетить какая-то виртуальная машина? Да, мы сейчас ее поставим Попробуем установить Windows Будет компьютерный блок В системном блоке еще один Программа Ну да, программа Программа, которая считает, что она Компьютер Кто-нибудь рассказал, как она работает В чем суть людей Машинка старенькая, откровенно Мой рабочий стоит у меня на столе дома Контролирует сервера Тут пароль нет Нету пароля Пароль нет пароля Он пустой Он потребует сейчас перезагружаться много раз Обратите внимание Недостаток оперативной памяти Приводит к тому, что он постоянно крутит винчестером Делать с этим практически ничего нельзя О, скайп Ну, скайп вырос, пароль здесь нет Какой тут? Насколько тут быстрый интернет Лишь на такой Какая у вас операционная система? На этом XP, он больше ничего не потянет Это старье Это 800-мегерцовый Pentium Mobile Гигабайт памяти О чем тут? XP, а Нижняя панель как в 2000 А я специально урезаю весь дизайн Все графические эффекты Чтобы ему было проще Он настолько хилый, что я урезаю все Всю лишнюю нагрузку Так Вот, кстати, тот самый Есть гигабайтовый файлик Box Да В котором содержится то, что я не покажу Мы работаем с программой TrueCrypt Программа это чем интересна Она бесплатна У нее открытый исходный код В принципе она постоянно проверяется На отсутствие закладок На отсутствие всяких Обходных способов получения информации Это у нас относится к шифрованию Для того, чтобы поставить виртуальную машину Мы используем Oracle VirtualBox Тоже бесплатная программа Достаточно удобная Поехали 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 Погружаться будем сегодня? Не буду Сейчас Внимание Вирус проверяет Ага Что делать? Запускается программа установки НЕКСТ 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 Галочка НЕКСТ НЕКСТ Это конечно можно Может что мы ставим? Я согласен с вами? НЕКСТ Мы ставим поддержку USB Можно отключать Поддержку сети Ну поставили пример Чтобы было хорошо Контракты лучше читать На самом деле мало И что могут написать Да Вчера по моему говорили Позавчера Про захват души А продажи чего? Души Про лицензионное соглашение Лицензионное соглашение написали что Вы согласны на продажу своей души НЕКСТ Надо после лицензионного соглашения Вопросы По содержанию ставить Это точно все Поддержание Лицензионного соглашения Нет Поддержание лицензионного соглашения Туда будет понятно Тест такой момент Ага Если меньше половины Тогда нет У меня не Перезапуск остановки Туда нужно Печатать краткое содержание Соборник рефератов Лицензионных соглашений И кратких содержания книг Соборник рефератов Лицензионных соглашений Соборник рефератов Лицензионных соглашений Вопросы Что интересно Может практически все это сделало Чего то ждет Какие вирусы скажут добро Ну можно Вопросы Не оперативничка Нет Нет Он не работает Практически Оперативной памяти сейчас хватает Почему так Уже на расконцел Если что случилось Сейчас посмотрим Ну ладно Правила Семь бед Один К сожалению Боков мы предусмотрим В смысле? Ну где вы меня тут Под кнопку О Ну Ну да Да У меня же есть Там включение Как же Ну включение и есть Ну это не то Вот тут У нас же есть Поэтому он пытается запустить сеть Отказывается Ну не найдя сети Раздайте его немножко Обойдется Затем 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 Будет гораздо виднее Скорость работы Скорость работы Алгоритмов Шифрования Когда Перейдем к созданию Защищенного Контейнера Внутри Виртуальной машины Затем Затем Виртуальная машина Почему именно Виртуальная машина Почему Там опасная Что-то В смысле? Ну Зачем виртуальную машину Делать Если можно Прям так Потому что Мне тоже хочется показать Виртуальную машину Тоже Насколько Там же не будет Медленно Но Почему Что будет Производительность Системы С единственной Виртуальной машиной Ну А сама Система Не виртуальная Ну что же Это такие Доли процента Что Ну Вдруг Там Вдруг Там Антивирус С точки зрения Антивируса Управляющей системы Вся виртуальная машина Один Файл В чем Безопасно А Диспетчер Диспетчер Сейчас посмотрим Что происходит 100% И кто у нас 100% Кушает Ну да Хороший аппетит Выдернул его Я Сюда Чем Он занят Ужин Скорее Ладно Глазь 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 Сейчас Сбросим С помощью Пинька Доставай Их Нужно Сидать Зачистить Глазь 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 О О О О, оно произошло Перевершение уставок Он все потом чем-то занимался Чем затрат У нас с нами есть 100% загрузка, так что мы перезапустим сейчас систему Сейчас еще она закончится Вот, вырос у нас Что там с самого начала был? С самого начала сна Продолжение следует 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 Создаем машину. Как мы ее назовем? Назовем просто. Показано более. Назовем тестом. Слишком просто. Ну а это без разницы. Это к безопасности не относится. Это просто название. Так. Стоять мы будем в качестве вестевой Windows XP. Здесь можно выбрать систему. Они есть. Там же... В качестве вестевой системы в виртуальной машине можно установить практически все, что угодно. От этого выбора... Ну там только файлик иметь. Самой системой выбор. Или это там уже есть? Нет. Мы сейчас создаем виртуальную машину. Вот у нас есть физический компьютер. Мы сейчас в нем создаем программный эмулятор компьютера. Ну чтобы создать файл с этим компьютером. Сначала мы должны создать собственно сам компьютер. Виртуальный процессор, память, устройство. Потом мы создадим к нему диск. На котором будет размещаться наша вестевая система. От того, какую систему сейчас выберем... А, зависит параметры этого компьютера? Ну, вот так. Параметры этого виртуального компьютера. Кому какие устройства лучше подсунуть, чтобы не было проблем. Ну, вот этот вот свой, например. Для Windows он один устройство подставит, который Windows сам быстро находит и использует. Для macOS это может быть другой набор виртуальных устройств. Для Linux 3. Это просто для удобства. Можно поставить, например, выбрать здесь Microsoft Windows в качестве дисковой системы, а потом поставить OS 2. Тоже можно. Но, возможно, проблемы тогда уже по совместимости. Если он поставит не те драйверочки, вы сами будете их добывать по подсуну. Поэтому мы ставим. Можно поставить и macOS под Windows. В принципе, можно, если поставить... Но это совсем лишний смысл. Почему? Скажем, вы работаете как разработчик среди Windows. И хотите посмотреть, как ваш сайт смотрится из-под macOS. Будете покупать еще один ноутбук? Макбук? Нет. Это точно не будет. Купить ноутбука с тремя разными процессами системы. Проще поставить виртуальные машины. Посмотреть из них, как это будет выглядеть. Если вы делаете что-то кроссплатформенное, например, разработку какую-нибудь. Тоже, но не ставит же он 10 компьютеров вокруг. Да, компьютер можно поставить несколько операционных систем, запускать их по очереди. По очереди. Но это тоже неудобно. Здесь можно одновременно иметь... Скажем, если у вас 2-3 монитора, вы можете на одном мониторе иметь macOS, на другом свой родной Windows, на третьем что-нибудь Linux. Все работает одновременно и параллельно. Дальше нам предлагают выделить объем оперативной памяти. Максимальный размер, естественно, равен тому, что мы имеем железно. Что будет, если я сейчас выделю всю имеющуюся память? Ну, тогда системы не останется. Смотря кому приоритет отдает. Сможет или не сможет работать? Ну, если вообще все отдает, то он не сможет. Вот, если вот так отрубанул? Нет. Нет. Он скажет, небось вы не правы. Хотя может и заработает. Что мы обсуждали насчет твоего подкачки? Все сольет туда. То есть, он сольет вообще всю... Будет происходить достаточно факультетная картина. У нас милиция. Какой-то объем физической памяти. Ну, аппаратный. У нас милиция пытается угнездиться две системы, претендующие на всю память. Не получится. Что будет происходить? Неиспользуемые куски каждой системы будут постоянно выливаться вот сюда, подкачиваться, если в них возникла потребность. То есть, мы сможем работать. Поскольку виртуальная память у этого компьютера составляет, по-моему, 5 гигабайт. Гигабайт физически и 4 гигабайта виртуально. Но поскольку быстродействие виртуальной памяти, размещенной на диске, по сравнению с оперативной, просто смехотворно, результирующее быстродействие вот в таком вот варианте выделения памяти, ну, будет вполне крово. Короче, лучше взять, там, по границе зелененького. А микало непроста. Ну, мы сделали 256. Ну, здесь, да, видите, он действительно показывает, что больше не надо. Эта граница, вот как он ее расположил, будет в районе 420 гигабайт. Ну, чуть больше. Как он ее определяет? Смотрите. Он смотрит... Сколько сейчас занято? Сколько сейчас занято. Он пляжет от того, что имеется. Луной. Не то слово, просто караул. Мы сделаем 256, потому что Windows у нас там в сборке, который я принес для попробовать, очень урезанный. Ему хватит. Ну, вот он спрашивает. Какой диск вы будете использовать? У вас есть уже образ системы? Или у вас этого образа системы еще нет? Мы создаем, соответственно, новый жесткий диск. Ну, пустой будет. Пустой будет виртулбоксовский. Будет правильнее в данном случае. Какие диски может создавать это программное обеспечение? Простейший вариант, когда мы заранее, изначально берем и говорим, что мы от виртуальной машины отрезаем, скажем, 10 гигабайт. Очень хорошо. Да вам понравилось мне работать? Ну, понравилось. Мы дошли до 9 и 9, и что мы имеем дальше? Какие у нас варианты действий? Еще дайте. Еще дайте, еще диск. Ну, мы можем сделать еще один диск и включить его как диск для этого. Виртуальной машины. Ну, это не очень удобно. Из никаких размеров этого диска, мы уже не сможем. Значит, нужна галочка, где динамический вот этот диск. Что такое динамический диск? Он создается изначально маленьким. И расширяется... По мере увеличения наших потребностей. Чем это хорошо? Используем систему много там. Ну, сколько нам нужно, столько он нам дает. Ничего лишнего. В чем минус? Он не сжимает. И что он будет сжимать? Ну, то есть, если ему уже выделено, к примеру, 10 гигабайт, то дальше из него сделать 9 гигабайт нельзя. Из какого? Из фиксированного или из динамического? Нет, из динамического. Изначально вообще размера не имеет. Да, но он расширяется. По мере заполнения данных. А потом не сжимается? Ну, если оттуда налить данных, в принципе, может уменьшиться. Угу. Тогда классно. Что минусы? Ну, может быть, это сложно, там, операция по увеличению и улучшению? Ну, сложно, это не то слово. Минусы нет? Но это все равно, не устает. С минусов нет, может быть? Есть. Как же минусы? Это не страшно. Ну, это вопрос по глухам, да. Ну, да, 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 у них много. Что минусы? Минус в том, что каждая процедура наращивания диска поднимает время. Ну, я и говорю, это... Время, это не сложность. Ну, не сложность, но я имею в виду. Это промок производитель. То есть, вы там что-то делаете. Это положено у вас в виртуальной машине одинеста. Вы запускаете запрос, который обычно у вас проходит до десять минут. И в течение часа сидите и смотрите. Как он портит винчестер. Мы просто портит винчестер все наращиваем. Поскольку у нас сейчас за страдействием и винчестера, и компьютера есть проблема, давайте мы сделаем фиксирование размера диска. Сами как? Мы не сможем туда накопить систему. А сколько нужно? Ну, вот смотрите. Для того, чтобы работал виндовс тот вот урезанный, 2кбайт нам, по идее, хватит. Запас. Ну, и сделаем, наверное, 7, чтобы у нас поместился вот этот криптоконтейнер какого-то ненулевого размера. Он предлагает десять. По десять. Ну, пускай десять. Ладно. А ваш компьютер выдержит? Какой? Этот? Этот. А куда он денется? Уж десять гигабайт, у нас та шесть гигабайт в Минчестере я найду. И слава богу. Там, конечно, много мусора, но десять должно быть. Ну, вот он пошел создаваться. Значит, потом он создается. Осталось восемь минут. Шесть. Семь. Пять. Шесть. Как надо оценивать время? А? Мы не пытаем просто принимать, а не оснащить время. Очень ужасные диски и буквами набируются с С. Ну, не А, а не Б. А, это вы просто не достали. Буквами А и Б исторические. Четыре, пять. И Б. И добавились гибкие магнитные диски. Дискеты. Помните такие, нет? Да. Серененькие такие. Да. Экологически... 90 или 80 килобайт. Что-то уже недалеко муханули. Потому что самые маленькие дискеты по емкости, с которыми я работал, то были 8-дюймовые гибкие диски. Натуральные лучи? Ну да. Яркостью 160 килобайт по сторону. Потом пришли 5-дюймовые. Так. 5-25, как минимум. Которые имели плотность исходно. Начиналось у них, по-моему, с 360 килобайт. И когда они уже уходили, 1,2 мегабайт. Ну, за время гибких собак могла подрасти. У нас была плотность записи на диск. Да. Нет. Это все в рамках 5-25 формата. И последнее, что вы уже, наверное, видели, это такие жесткие кассеты. Маленькие. Три с половиной дюйма. С шторками такими. Закрывающими. Ага. Ага. У этих шторов не было. Было просто прорезь в конверте. Открытое. Это был мягкий, вот такой конверт практически. Но чуть пожестче. Ну, это просто хвостиковый конверт. В принципе, это был действительно гибкий диск. Он может было свернуть в трубочку. Правда, не так, чтобы потом он прочитался. Ну, свернуть можно. Удаление информации с него стояло довольно легко. Ну, удаление информации с него. Ну, ее можно было просто разрезать. А вот с ума зверей не подбать пока. Да. Удаление 4, почти полтора гигабетка. Да. Более того, в деле нехитростей можно было здесь написать 1,8. Нехило для такого. Каким таким образом? Нестандартным форматированным. То есть, здесь у нас есть определенное число дорожек, определенное число секторов на дорожек. Ну, да. Если дорожка у нас лимитируется шаговым двигателем, мы ничего не сделать не можем. То есть, число секторов на дорожек это исключительно управление магнитными галоками, которые программы. Мы просто писали сюда большую плотность секторов. Но нужно было потом читать с большей плотностью? Это нужно было поставить специальный драйвер в системе. Визнево, естественно, не читалось. И надежность, конечно, при таком нестандартном использовании была меньше. Чем больше плотность записи, тем меньше надежность. То есть, исторически, это была одна на работах, а жесткие диски начинались, соответственно, в СССР. И на них ставили систему? Вы вышли из моды, так сказать, все еще остальные лица. Ну, когда-то они были все вместе, были машины вообще без жестких дисков. Без жестких дисков? Разумеется. Операционная система, скажем, и программная оболочка управления базой данных загружается с диска, а сюда ставляется дискета, собственно, с рабочими данными. И вот замечательная работа. Правда, надежность актуальна. Первый винчестер, карсонал, подчеркиваю, карсонал небольшой кошки, который в его парусе имели емкость, по-моему, 3 мегабайта. Да, но... Да, конечно, не 2 кбайт. Таких дискет еще не было. А, значит, было гораздо больше. Было 360 кбайт, потом 1 на 2 привезли дисковые. Было больше и было гораздо быстрее. Было гораздо быстрее, потому что эти работают таким скрежком, с такой неторопливостью. А те, кто их увидел, было чудом просто? Ну нет, вы знаете, что они существуют? Ну, когда у нас программа, которая скрепела на дисководок в течение 40 минут, сделала меньше, чем за минуту весь расчет, это было да. Это впечатлило. Ну, в 40 раз, как минимум. Создаем машину. Ну, здесь надо еще раз объяснять, что мы хотим создать. Создать. Итак, что мы имеем? Честную виртуальную машину, в которой 256 мегабайт памяти. Видеоадактор на 16 мегабайт. Нам хватит. Стандартный IDE-контроллер. Звук Windows Direct Sound. Программа управляемая. AC-97. Эта карта у нас на материнской плате виртуальной встроена. На материнской виртуальной плате у нас имеется, что еще? PCNET FAS3 сетевой адаптер. Мы подключим USB, но она нам пока не нужен. Так, хорошо. Значит, что мы получим, если мы сейчас включим эту виртуальную машину? Ничего, потому что у нас на ней ничего не стоит и… У нас получится система фактически без… Системы. Системы без системы. Ну у нас первый запусток. Ну, так они здесь сделали пролитки, ну, вон, в одиннадцатый. Ну, соответственно, палец у нас жёсткий диск, и никого не встретил. Правильно, да? Какой маляр. Разумеется. Он бы там в любом случае не валялся. Сейчас мы будем валять там коня. К сожалению, диск я установочным с собой не привёз, я не готовился преподавать здесь, поэтому на ходу пришлось на коленке соображать, что можно сделать. Шоусь, у меня образ системы, сейчас поставим виртуальный дисковод. Ой, синий экран. Это не шутки-то, но он внизу чёрный. Да, он с градиентом. Буквки разноцветные. Я помню такие карты, мы проставляем реально синий экран, и внизу такой градиент. Кто-то бы экран с таким. С этой картины. Как зато требует жаль. Если будет надолгость, то нижняя полоска перейдёт наверх, а если будет другая, то синий верхний перейдёт вниз. Не шутите так. Как монтируются образы? Представляете себе? Лучше так. Лучше такой образ, например, диска. У нас какая сейчас стоит задача? Подсолнечка виртуальной машине. Виртуальная. Содержащая установку операционной системы. Правильно? Ага. Диска, как видите, у меня не имеется. Могу приносить его. Упустим. Зато с диска, который когда-то здесь был, с диска, собрана вся информация о содержащемся файле. Он скопирован в один файл специфического формата, который описывает именно диски. Такой вот там. Ширень, как правило, и сус. То есть здесь поддерживается информация о том диске. По специальной программе этот файл открываем. И говорим, что мы изображаем из тебя диск. То есть операционная система видит накопитель дисковый, к нему вращается, программа берет и переводит это в вращение к подобному. Обманывая систему. Жаль, а еще не специальная программа, это чтение подобного ховара. А на нетбуке это может быть? Конечно. Ну, собственно, чем отличается нетбук? Тем, что у него нет вот этого вот привода. Ну, у него тоже сейчас нет, потому что у него никого нет. Никакой разницы. Мы выбираем ISO файл, который нам нужен. Сработала автозагрузка. Shift не нажал. Не нажал. То есть у нас полноценно смонтировал систему видеонакопитель. Идем в виртуальную машину. Менеем порядок загрузки. Хотя... Там вроде, когда уже запустил, там можно сказать, что мы подключаем этот диск. Да. Сейчас так и сделаем. Стоп. А, нет. Нет, это уже там... Начало подключить, а потом... Нет, все нормально. Сейчас. Там можно выбрать... Проверить загрузки. Видите, нажмите F12. Тут будем грузиться. Будем грузиться. Тут нужно подключить, наверное, сначала. Вот нажали F13 послечили, поставить его выбрать. Да. Сейчас, вверх, систему поправим. Живой, сиди, дивиди. Ну, да, настоящий. Она на 3-бит. Только остаться. Установку Windows список, допомню. А вы никогда не рушили систему? Не переустанавливали? Нет. Рушили? Мне очень повезло. А, было дело. На другом комплексе, словом. Зато был кругом синенький экран, вообще. Установку... Я только один раз видел. Я уже не виделся, подбился. Но больше вообще не... Вам повезло. Черный! Нет, это нормально. Это переход в графические части установщика. Переход занимает несколько минут. Нормально, потому что у нас здесь можно все-таки затянуться. Если вы видите, что у нас здесь фактически еще один компьютер получился. Компьютер внутри. Можно на нем еще вертолбокс поставить, да? Массив-массивов. Да, массив-массивов. Да, массив-массивов. Можно? Рэйд-5 из Рэйд-5. Да. Можно. Как он тут жужжит? Он жужжит. Я не слышу, как он жужжит. Вы далеко стоите, он жужжит. А, садись. Он жужжит. А, это за ушатом не жужжит. А там жужжит. Задам вопрос. Как вы думаете? Засыпку или сподвоху? Нет, просто на понимание физических процессов. Каким диском быстрее работают? С этим или вот с этим? Конечно, с первым. Вера Кирова. Почему? Ну, потому что там мы напрямую к диску, а здесь мы сначала... Как бы диску, потом программа отвечает. Это компьютер, а это-то из-за него. Хотя, возможно, может, второй быстрее, потому что... Смотря как работает эта виртуальная программа. Кстати, вопрос с подвоха. Нет, на понимание сути работы. Подвоха нет. А, ну, в принципе, когда мы обращаемся к правильному диску, мы там прокручиваем головку, там, меняем положение. А здесь мы обращаемся как к диску, отвечает программа. Отвечает не программа. Ну, не программа. Отстанься реально в файл, лежащий в ней. Ну, да, да. Который... А, то есть... Тихо. А, то есть, чем он... А, если не чистит быстрее, то да, вот это второе... Надо быстрее. Потому что вот эта графическая головка бегает достаточно медленно. Да, он совсем не бегает. Ну, движется она. Сейчас не движется. Ну, здесь нет диска, куда ехать. Диск крутится относительно медленно. А винчестер, или вот, например, не механический, никак не... Имеет вообще нулевое гридж-реакции. Во время выбор, что около нулевое. Синий экран составляем. Да. Вот теперь синий экран. Почему тут черный? Ах, нет, поликел. Синий. Просто отсвечивает так, как будто он черный. Ну, я стоял. Молодец, купи себе плянь. Так, а как мы синий, пацаны? Ну, пацаны. Давайте еще раз. Ну, попробуем. Сейчас мы изменим свойства системы. Включим прямое управление. Включим прямой доступ, пожалуй. Даже сделаем по-другому. Мы сейчас сделаем доступ не через вот этот вот magic диск, который здесь стоял, а напрямую средствами virtualbox сделаем доступ к осошному образу. Почему мы сразу так сделали? Обычно и так работает. У нас же необычно. У нас повисят необычные. Делайте прием тактических дисков. Выбрать образ. Выбирать образ. Попробуем так. Попробуем так. Так. Сейчас еще раз все-таки посмотрим. Обратите внимание. Параметр – твердотельный накопитель. То, о чем мы говорили. Если его выбрать, то виртуальная машина будет очень бережно относиться к его ресурсу. Выберите. Зачем? У меня магнитный диск, на нем мы получим только снижение и быстродействие. Здесь это обычный нечистник. Так, пока хороший синекон. Что значит пока? А у вас звук на нем включен или я выключу? Сейчас выключу. Это хорошо, потому что обычно, когда стоит сильный карабан. На этапе установки. Чем? Еще драйвера не пустят. Не будет в порядке. Ему пока нечем. Сенький. Еще черный. Пока черный. Это пока нормальный черный экран. Он может написать ему «hello». Слышу всех пока такие. А, потому что мереалисты. Голова пошла делать. Синий экран. Отлично. Но не смерть, а жизнь. Да. Ну, у нас вариантов установки нет. У нас один виртуальный диск системы. Так зачем мы тогда спрашивали? Для порядка. Форматируем систему NTFS. Но мы делаем это быстро. Ну, поскольку размечать весь диск ручной, ну, и другие памятные силы. Чем еще, кроме объема виртуальной памяти, ну, естественно, диска, накопителя, лимитировано количество одновременно работающих на одном компьютере виртуарных машин? Понятно, что про ликции может 500 штук. Что еще может лимитировать? Дура, игры. Все. Это очень достойчиво. Мышки лимитирует? Нет. Хотя, не, подождите. Мышка, она одна на всех. Но у вас все равно одна голова. Одну голову. А если я еще одну голову, вы, наверное, с собой посажу? С одной из головы. Ну, хорошая, да. Если вы заметили, здесь вылезал запросик о том, что система поддерживает интеграцию мыши. То есть, если эта мышь работает в окне, в каком-то, то она не работает в хост-системе. В принципе, можно подцепить две мыши и работать вдвоем. Директорно-один реально. О, и так есть две мыши. О, а можно время иментировать? Сенсор времени и подключение. Они один и тот же год. Они дублируют это на другой. Время это что? Там московская была, а тут местная. А как это мешает одновременно реализовать? Не знаю, неплохо. Никак не мешает. Ну, они и на час будут подробно в подстании. Ну, и что? Это разные компьютеры. Если они будут стоять физически разные ряды, на час времени, то им что это мешает? Как общаться? Ну, силы крови. Это Дэн заснёт раньше, а это больше. Мы не синхронизируем. По скайпу мы звоним в другие часовые пояса, никаких проблем. Часто нет еще. Единственное, что мы понимаем, сколько времени к тому, кого мы звоним. У меня в три часа ночи не взбесился компьютер. А, у меня посмел очень деть, я на этом спал. Что может иментировать? Что-то. Нет, мы каждый раз приходим к тому и тому. Память. Память можно посчитать. Процесс. 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 Совершенно верно. У нас есть впечатленные ресурсы. То есть все виртуальные машины, сколько их у нас нету, одновременно работающих, все считают наши процессы. Если у нас процессор, к примеру, к примеру, четырехъядерный, то это, конечно, все замечательно. Имея четырехъядерный процессор, мы можем, в принципе, мы можем выделить четырем виртуальным машинам по одному процессору и будет нам счастье. Двое счастье. А если мы выделим четырем машинам по два процессора, у нас будет работа? Это одновременно и запустим. Если вы хотите, не будет одновременно использоваться время. Это восемь будет, слишком мало. А будет делиться в выпрямке? Да просто в разное время работают процессоры с одной. Режим разделения времени процессора. О, зеленый экран. Зеленый экран. Новое оформление. Услок вирус. Процессор может работать, он и сейчас работает, прижимы распределения времени. Потому что одновременно в системе Windows выполняется ну, штук сорок как минимум различных программ системы. Драйвера, всевозможные вирусы, и прочее, прочее, они все работают на одном процессе. там какой-то кусочек времени работает система, какой-то кусочек времени какая-то там программа А, Время программы Б, потом опять были за это система, и так далее, и тому подобное. Хуже, когда, скажем, программа А, как вы наблюдали сейчас, начинает работать, работать и работать, употребляет все ресурсы процесса. Она зависла. Не обязательно. Вот, как бы, она не зависла, на что-то там себе думала. Все остальные? Тихо. В сторонке сдали. В сторонке сдали. На самом деле, вы уже не застали, но... Ах, нет, почему застали? В андроиде есть, так называемая, кооперативная многозадачность. У меня нет андроиде. Я не знаю, что это не есть. Ну, по крайней мере, вы его современны. Ну, да. Слово заключается в том, что программа сама объявляет, когда она освобождает процесс. Я взяла, я работаю, 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 теперь все свободно могут работать. Естественно, что я на этом не сказала, возникает проблема. Windows с версии 95, нет, вру, с версии Windows Intel, появилась немножко раньше, использует так называемую принудительную многозадачность, когда крутится монитор система, выдающей время припадным задачам. То есть ты поработал, отдай, ты поработал, отдай, ты поработал, отдай. Это гораздо надежнее, чем кооперативная многозадачность, но потребляет больше ресурсов, поэтому для мобильных устройств не применим. Это постоянно висящее ядро, управляющий 5-м слоем, очень быстро стушит, весь аккумулятор. Сколько у нас тут памяти реально появляется? Белый против зеленого. Белый против зеленого. Решено выраждаю. На самом деле, время здесь можно не смотреть. Оно рассчитано на некий условный компьютер, работающий с реальным астическим приводом, а у нас время доступа практически ненаменное, поэтому... Так, язык. Да на самом деле, нам надо плевать. К большому счету. Я русский. Для наших задач без разницы, часовой поезд нам тоже сегодня не интересен. Загружено 100% на основном потребителе ресурса. Откуда у вас диск с этим Windows XP? Именно с этим? Да. Ну, в смысле, тот, с которого копируешь. Копирую я просто через... Честно сказать, не помню. Я искал портативный образ маленький, который можно быстренько накатить. Он хорош чем? Он уже, на самом деле, сломанный, но не принимает и легальные коды. То есть, если нужно накатить на старенький не в двух Windows XP, то можно с его номером накатить вот этот угол. Сборка компактнее, чем обычный Windows. Ставится быстрее. В нем достаточно много реверов. Что тоже бывает проблем. Нарвать на интернет-эксплору. Ну, вот, кстати, интернет-эксплору это самая страшная дыра безопасности. Не только безопасности. Ну, как? Его запустишь и все? Нет. Ну, у нас все так плохо. Если вы нарвались на зараженный сайт с интернет-эксплору, вероятность того, что вы попали, гораздо больше, если вы сделали свои хокусы, оперы, промо. Ну, что подтверждает то, что лучше не пользоваться. И быстрее не пользуются. Ну, в общем, не попадает на зараженный сайт. Хороший вирус вас защитит до того. Ну, попасть не можно. Ну, иди, вот, щелкнет минуты. 10 минут за минуту. Любовь, он уже там час устанавливается. Ну, если он считает, что диск устанавливается, то, наверное, в начале он говорил, что будет ну, через часовку устанавливается. Ну, по умолчанию он там пишет 39, что ли, минут в самом начале. Не помню. 24. Сейчас счет начнет скидывать змеи. А пока он нас кормит рекламу. Пока он нас кормит рекламу. Все, они на эти. А с чего я... А пока небольшой вопрос о том, что действует. Чем определяется быстродействие процесса? Не так, творчество. Короче, очень хорошо. А? Вот из-за чего мы сейчас научимся веществом процессора однобоя? Так. Скорость. Скорость – это понятие абстрактное. От чего зависит скорость? Счет. От мощности. Электрический. Электрический? В любом. Уж один их силы? Шасокая даморка. Ну, что ли? 832. Что еще получится? Если взять два процессора одинаковые частоты, они будут работать с одинаковой скоростью? Стабильность и надежность. Это к скорости не относится. Количество ядер. Хорошо. Количество ядер. Операционные системы. Ну, а какая разница, что ему складывать, учитывая? Чем умная система, тем больше скорость. Почему? Чего это? Ну, вы что, начинает быстрее работать в сниматах? При задней частоте. Вот сколько делай операции, в секунду у нас только и будет делать, ему все равно, какая программа находит. Хорошо. Если мы берем два ядра по одному, равной частоте, ну, для простоты картины, она будет от Intel, другой от MDA. От чего будет зависеть от быстродействия? Оно разное. Не знаю, не равно. Кастота одинаковая. Мы их привели к частоте 2 ГГц. Скорость счета будет разная. Почему? Потому что в первом названии 5 букв, в втором только 3. И кто быстрее? Кого меньше букв? Кто доросит. Хорошо. Были такие процессы, они производила фирма как-то с настранной. Ой, медленно. А? Ой, медленно. Ну, там у них запрощение было. Тиарь? А, это вообще быстрое. Тогда они вообще самые быстрые. Академия, это будет не термозный процессор. Ну, потому что у них расшифровка большая. На самом деле есть параметр, который называется инструкции за цепок. За один такт процессор Intel делает больше работы полезной, чем процессор Intel. К примеру. Окей. От чего зависит этот параметр? Он зависит и от внутренней архитектуры ядра, и от герархи и кэши, которые поставляют данные сюда. Понятно, почему это важно, да? Самое лучшее ядро может работать без данных. Ну, нечего это суммировать. Оно бы и радо, но нечего. Поэтому от того, насколько быстрая память, и кэш-память основная память очень сильно зависит от традиционной системы. Очень сильно. В то время, ну, лет я помню, 7 или назад 8, компания МТ сделала хитрый ход коня. У них были откровенно слабые яд. он не слабый, но они уступали инкурсу. Но... О! Да. Могический трек. Да. Но, если имперский процессор общался с оперативной памятью через так называемый чипсет, который был контролен памятью, поменьшал его пострадействиям? Выносило задержку. То есть процессор задавал вопрос, а ответ приходил относительно немедленно. А почему он не напрямую? А потому что интерфейс работы с внешним мером у процессора не умер работать напрямую с памятью. Была специальная микросхема, которая запросы процессора переводила формат камеры, формат жестких дисков, формат машины, PCI. Ну такая абсуда. А, со всеми, да? Да. А у него простая часть, которая умела по одному протоколу работать. Компания сделал ход конюн. Вот эту часть, общающуюся с внешним миром, она оставила. Чипсет у него продолжал общение с винчестерами, сетью, машиной PCI. Они внесли контроль памяти. Сам процессор почему бы Intel тоже не сделать? Это усложнение ядра. Контроль от памяти достаточно сложная штука. сделать работающую на частоте ядра непросто. Ну, подумали там... Потом Intel конечно сделают. Но на тот момент процессора K8 были они такие, показали совершенно пеноминальные результаты в математическом расчете. Когда идет совершенно произвольный доступ к памяти, постоянные выборки вот туда-то сюда. Здесь хорошо, если поток пошел. Задали вопрос, во-первых, поток. В корысти то же самое. А когда у нас идет произвольная выборка кто-то там, вопрос-ответ, вопрос-ответ, вот эти процессоры показал совершенно удивительный результат. Хотя само ядро было, пожалуй, что и беспорее. Что мы видим? Отлично, мы запускаемся. Первый запуск гостевой операционной системы. Компьютер в компьютере. спасибо, не ждем. Вот это график. Да, потрясающе, 16 мегабайт. Не знаю. Запорвлим, так что. 27 символов. Зачем? Я ее сотрудничаю. Вечером. Пользователь, пользователь. Генератор. Прощай. Второй пользователь, пользователь. Это эти пользователи, пользователи. Они все пользователи. Я не помню, заругается не в этой ситуации, или нет? Может, заругается? пользователь не пользователь почти. не совсем пользователь. Активные пользователи. Активные пользователи. приветствия. У тебя приветствия. Опа. А почему не синий? Планной перезагрузки компьютера. А, компьютера в смысле того маленького? В смысле того... Маленького, маленького. не синий не синий то есть привет, привет, пока. Активные я буду перезагружаться. Мы тебя перезагружаем все на здоровье. Я сначала загружусь, посмотрите, какой красивый, да, она ходит поработать, да, а я выключусь. Вот это все ловно. Вряд ли. Нормальный приступ виртуальный сейчас. Мы с вами создали виртуальную машину, в которой мы поставим эксперимент с криптографией. Нет, вы так говорите, как будто вы с этим что-то спрограммировали еще. Мы ее установили. Мы также с этим работали. Ерунда, но эту штуку можно скопировать и унести с собой виртуальную машину. А еще можно создать 10 кипсут. А не можно с железом? С этим дропбоксом? Да, скопировать. Находим. Стольная машина будет запущена, где угодно и капли. Круто. Остановилась. Дополнение системы. Еще раз перезагрузимся. Головина проблем нет, но слечится с помощью перезапуска. Еще половина переустановка. Сейчас еще раз будет перестанавливаться. 90% перезагрузка, 9% переустановка, 1% не лечится. Сейчас видите, достаточно забавную штуку. Он на челюсть не называется. Забавный. 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 Ну просто забавный. Привет. Привет. Забавный. К сожалению, в системе Windows запуск устройств практически не будет. О, зато корзина появилась. Она и была. Да, много. Смотрите. Опа. Пожалуйста, вот такое разрешение. А оно что? Может в любом разрешении? Вот после установки дополнений? Да. Практически в любом. Там очень весело, очень весело. Там даже можно из них перейти. Сколько у нас сейчас получилось? 80%. Сейчас сколько получилось? Сейчас посмотрим, кстати. Мне снова интересно, что соотношение сейчас вытянулось. Интересно, если вы так вытянут совсем объяснить. Вытянут. Он уже можно вообще на весь экран, чтобы забыть. Да, он и полноэкранный режим. Да. Где-то он там есть. Полноэкранный режим. Полностью. Как будто бы родная. Да. Как будто бы родная.